Включаем. Проходит самодиагностика. Итак, мы видим основное меню, в которое всегда можно попасть, нажав кнопку меню. Внизу уровень заряда батареи, индикатор о том, что включен GPS-навигатор, индикатор о том, что вставлена SD-карта и значение функциональных кнопок 1 и 2. В данном случае ОК – это вход в пункт меню и меню. Оно всегда в этом месте и по нажатию на эту кнопку 2 можно всегда попасть в меню. Итак, Manual – это ручные измерения. Каждый раз нажав на кнопку можно получить значение напряженности магнитного поля в данном месте. Авто – это автоматические измерения, поисковый режим. Измерения происходят с определенным интервалом. Инфо – это информация о системе. Здесь мы видим версию прошивки и напряжение батареи, также сайт и так далее. Mind Settings – это основные настройки. Здесь мы можем включить или выключить звук, подсветку дисплея, GPS-навигатор и выбрать или узнать файл профиля, в который записываются данные и результаты измерения. Его тоже можно изменить на какой-то следующий. Параметр Polar устанавливается производителем и зависит от типа платы поляризации. В данном случае у нас установлена поляризация с реле. Настройки измерения. Длительность импульса поляризации – полторы секунды. Задержка между импульсом поляризации и измерением – 10 миллисекунд. Длительность измерения – 500 миллисекунд. Центральная частота цифрового фильтра – 2200 Гц. Полоса пропускания цифрового фильтра – 200 Гц. Отладочный режим. Ну, отладочный режим мы не используем в данном случае. GPS-навигатор. Если вы планируете использовать GPS-навигатор для записи координат измерений, я рекомендую сначала включить опцию GPS и дождаться, пока он поймает спутник. Это займет около минуты. Определил время. Четыре спутника. Координаты определились. Теперь можно приступать собственно к измерениям.